Всем привет, дорогие друзья! Продолжаем наш обзор из турнира Вейконзея, и в прошлом туре турнира была сотворена история. Впервые за 12 лет Аниш Гири победил Магнуса Карлсона. Напомню, что Магнус Карлсон очень редко в принципе в классические шахматы проигрывает, и за последние 4 года он проиграл, по-моему, 3 классических партии. Итак, давайте посмотрим, что происходило в этой феноменальной партии. Во-первых, Аниш Гири был очень хорошо подготовлен. В принципе, это и сыграло главную роль в результате этой партии. Гири пошел Д4, Магнус пошел Конь Ф6, далее С4, Е6, Конь Ф3 и Б6. Друзья, мы видим дебют новоиндийской защиты. И на самом деле, как мне казалось, уже нейросети, вот эти последние движки уже доказали, что новоиндийская защита не самый стабильный дебют, и если посмотреть за последние лет 5, то в этой позиции за черных встречается ход в основном Д5. Ну, иногда играют Слон Б4, С5 еще реже. В общем, Д5 это тот ход, который делают черные в последнее время. Но новоиндийскую защиту применяет Магнус Карлсон. Возможно, думал, что Аниш Гири не подготовил это. И далее следует теория. Ж3, С6, висит пешка на С4. Здесь также есть ход СБ7 теоретический. Но С6, он более острый. Нападаем на пешку и заставляем белых как-то реагировать. Если белые играют ФС2, то здесь Магнус играет СЛ7. Идея в том, что теперь черные могут подорвать центр ходом С5. И после хода Д5 белый ферзь не подкрепляет пешку на Д5. То есть, черные говорят, что ферзь белых на С2 стоит не так хорошо, как на Д1. Достаточно интересно. Далее Слон Ж2, следует С5. И далее жертва пешки Д5. Это чистая жертва пешки. Белые не отыгрывают ничего сразу. Но получают долгосрочную компенсацию. Потому что после ЕД, СД, КД, Д5, рокировка. Слон Е7. Это все главные ходы. Здесь Ладья Д1. Конь С6. Бить, естественно, нельзя из-за хода КБ4. Здесь есть разные ходы. Есть ход А3. Есть ход ФС4. Но Аниш Гири применяет ход ФС5. Это интересный ход. Потому что после него, ну, КН на Д5 начинают уже подвисать. Естественно, нужно его уводить. КНФ6 сильнейший ход. И далее Е4. По центру играет Аниш. Не даем черным выставить пешку на Д5. И в этой позиции основным ходом, и по-моему, сильнейшим считается ход Ж6. Черный должен ходить Ж6. ФС отходит на Ф4. Далее рокировка. Ну, и начинается заварушка Е5, КНХ5. И теория продолжается. Но Магнус Карлсон здесь делает вот этот ход Д6. Который, в принципе, на мой взгляд, уже являлся опровергнутым. Ну, или почти опровергнутым. Но, может быть, Магнус Карлсон его подготовил, чтобы сыграть более редкое что-то. Проверить Аниша. Но Аниш здесь был готов феноменально. Друзья, лучше, наверное, не рисковать с такими теоретиками, как Аниш. И надо было идти в обычную линию после Ж6. Но после Д6 белые сыграли Е5, естественно, прорывая центр. Поэтому и считалось, что Д6 не очень хороший ход. Но Магнус тут играет ферзь Д7. Находится такой спасительный ресурс. И размен ферзей скоро произойдет. Коня бить нельзя, потому что ферзь висит. Нужно забирать на Д7. Аниш бьет на Д7. Черные играют. Конь бьет Д7. И далее Е. Слон уходит. Ну и черные вернули пешку. И у белых достаточно простая игра. То есть явно видно, что линия Е открыта. Просится поставить туда ладью. Так Аниша делает. Король отходит на Ф8. Далее Аниш, естественно, развивает фигуры. Конь Ц3. Магнус играет конь Б4. И вроде бы все еще нормально здесь у Магнуса. Магнус начинает угрожать такими ходами, как конь Ц2. Уже начинаются какие-то микро-проблемы у Аниша. Но здесь Аниш делает очень острый ход. Тут можно было ладью убрать. Можно было еще что-то сделать. Но Аниш играет конь Е5. Жестко по центру. Далее. Конь на Д7 висит. Ну, самый принципиальный ответ на ход конь бьет Е5. Потому что он тоже самый форсированный. Если на Ж2 забрать, то будет конь Д7 с шахом. Поэтому это единственный, можно сказать, хороший ход. И Магнус играет конь Е5. Аниш играет слон Б7, естественно. Ладья Д8. Ладья Д1. Аниш защищает пешку на Д6. Все логично пока что. И здесь следует конь С4, нападая на пешку Д. Д7 играет Аниш, защищая ее, проталкивая вперед. Конь С2. Нужно ладью убирать. Тут Магнус вроде бы ошибается. Как видите, по градуснику позиция еще в пределах нормы. Но Магнусу стоило играть конь Е5. Начать гоняться за этой пешкой сразу. Но он решил напасть на нее иным способом. И он пошел конь Д4. Компьютеру этот код не нравится. Потому что... Сейчас увидите почему. Да, но по идее человеческая идея, что пешка на Д7 начинает подвисать. И все вроде бы нормально. Но Аниш находит здесь лазейку. И находит, почему ход конь Д4 может быть неточным. Он играет в Б4. И идея такая, что эти кони расположены неудачно. Если бить где-то ЦБ, то после ладья Б4 кони будут подвисать по четвертому ряду. А если не бить ЦБ, то Аниш будет бить сам БС. БС и пешка Ц станет слабая. На нее легко нападать. А пешка Д7 даже не так важна оказалась. И здесь Магнусу все равно стоило играть конь Е5. Нападая на эту пешку на Д7. И убирая своего коня потенциально из-под ударов. Но Магнус не прочувствовал опасности. И пошел ладья Д7. После чего Аниш уверенной рукой играет слон Д5. Очень быстро, как видите, по времени. Почти ничего не затратив. И Магнус понял, что у него проблемы. Даже если вот вы официальную трансляцию смотрели турнира, то видно, что Магнус сидит с шокированным лицом. Сидит, рот открыл. Не понимает, что происходит на доске, друзья. Ну и далее у Магнуса позиция, собственно, проиграна. Видите, как подскочил градусник. Сразу плюс 4 у нас оценка. Магнус должен уходить конем. И вопрос, почему это так ужасно? Потому что если конь уходит, то после этого слон может выйти на А3. То есть Аниш играет БЦ, БЦ, слон А3. Ну и все, у черных просто рушится вся позиция. Пешка здесь, конечно же, отыгрывается. А после этого все кони висят. Развития у черных нет. И позиция действительно проиграна. Современные шахматы суровы. Король Е7. Слон С5 следует. Конь Е6. Слон Б4. Ну, это небольшая неточность, но на самом деле здесь у белых и так, и так выиграно. Да, слон бьет пешку. Ладья на С8 выходит. Конь А4. Ладья Ц1 связываем коня. Магнус играет слон Е5. Слон Б4 шах. Король Ф6. Конь Ц5. Перекрытие обычное. Конь бьет Ц5. Ладья Ц4. И теперь конь Ц5 перевязан. Ну и приходится играть ладья Ц7 Магнусу. И после хода слон А5 Магнус сдался. Просто сдался. Почему сдался? Ну, потому что если ладья Д7 пойти, ну, слон Б6. И если, например, там слон Д6, просто слон Ф3. Слон сюда идет. Тут все фигуры черных перевязаны. Линия Д, линия Ц, слон на Ж4. В общем, все у черных просто проиграно. Поэтому Магнус сдался. Еще и без пешки. Еще и два слона сильные. Пешка проходная, отдаленная. Легко пройдет с двумя слонами. Вот так, друзья. Без особых проблем. Всего-то 35 ходов. И они ж, Гири, побеждают. Не становятся, конечно, новым чемпионом мира. Но, знаете, для каждого гроссмейстера победа над Магнусом Карлсоном, вот это включение в клуб Михаила Чегорина, это, можно сказать, такое маленькое чемпионство в мире. Да, маленький чемпионат мира. Спасибо всем, друзья, кто посмотрел эту партию. И у нас на очереди уже новый тур. Пятый будет в Вейконзее. Он будет проходить сегодня попозже. Поэтому, друзья, если там что-то интересное произойдет, обязательно мы с вами это рассмотрим. Спасибо всем, кто смотрел. И увидимся в следующем видео. Субтитры сделал DimaTorzok